О трагедии на Селенгинском мосту уже ничего не напоминает. В 4.40 утра девушка вызвала к месту такси, но так никуда и не поехала. Упала в реку. По обращению родственников спасатели обследовали воды вплоть до станции мостовой, но тело так и не нашли. Уровень воды в 2021 году высокий, скорость течения заметно выше. Поэтому вероятнее, что тело унесло вниз по течению дальше и намного быстрее. Никаких следов, очень много плавает мусора по реке. Обращаем внимание на все. Поиски тела девушки продолжатся. К следствию подключились сотрудники полиции. К другим темам. Неподалеку от Новоселенгинска разбился мотоциклист. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. От столкновения с легковушкой водитель погиб на месте. В больнице скончался и его 34-летний пассажир. Отмечу тот факт, что на момент дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда, мужчина, не имел права управления транспортным средством. Всего же с начала текущего года с участием мототранспорта на территории Республики Бурятия произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, 4 человека погибли. И 24 участника дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. В 20-м А квартале эвакуатор нарушил дистанцию и помял Тойоту. Случай, казалось бы, обычный, но вы даже не представляете, насколько. У виновника не оказалось полиса ОСАГО. В последнее время автомобилисты Улан-Удэ все чаще надеются на авось, но их не проносят. В Оргинске пьяный водитель грузовика совершил столкновение с Филдером и уехал в поле туда. Там, короче, опрокинул машину и пытался бежать, но не получилось. По словам аварийных комиссаров, незадолго до столкновения водитель грузовика аннулировал страховку. Сэкономить решил и его коллега, который зацепил легковушку на Барсоева. А на этих кадрах трясущимися руками лесники запечатлили трапезу медведей. Косолапые вышли к людям в Аргузинском районе. Оголодавшие за время спячки они лакомились травой и коренями, прямо как корова. Мария Кравцова, Алексей Жилин. Новости дня. Сюжет «Горячая линия».